Этот избирательный участок в 31-й Химкинской школе, как и другие в округе, открылся точно по расписанию. Восемь утра. Одни из первых избирателей – пара пенсионеров. Химчане признаются, что уже не первый десяток лет совместно посещают избирательные участки. Отличное настроение, все хорошо, организовано замечательно. Все довольны, замечательно. В числе первых избирателей и глава Химок Дмитрий Волошин. На участке он и как гражданин, который пришел отдать свой голос, и как градоначальник, который следит за тем, чтобы члены комиссии соблюдали все требования проведения выборов. Все в порядке у вас? Все в порядке, без происшествий. Члены комиссии регистрируют голосующего и выдают бюллетени. В этом году выбирают депутатов городской совет, областную и государственную думу. Затем бюллетени отправляют в Каибы. Это комплексы по обработке избирательных бюллетеней. Они же автоматически подсчитывают число бланков. Я надеюсь, что мы сделали все условия для голосования в пятницу, субботу, воскресенье для наших жителей должным образом, комфортно, все подготовили, все учли, начиная от средств индивидуальной защиты, заканчивая логистикой, чтобы всем было удобно и полное понимание, как проголосовать, что нужно сделать для этого, куда прийти. То есть, с точки зрения информирования населения и с точки зрения организации, мы на 8 часов утра были полностью готовы. Прозрачности выборов в Химках в этом году также уделили внимание благодаря установке камер видеонаблюдения. Установили видеонаблюдение таким образом, что и столы, и Каибы, все у нас в зоне видимости. Все прозрачно. Всего в этот день в Химках открылись 109 избирательных участков. Несмотря на будничный день, явка была хорошая. Отмечали председатели избирательных комиссий. На участки шли пенсионеры и молодежь. Многие приходили семьями. На свой избирательный участок пришел депутат Совета депутатов городского округа Химки Михаил Раев. Очень важно принимать участие в таких масштабных всероссийских мероприятиях. Вопреки расхожему мнению, что уже давно все решено, активность наших избирателей показывает обратное. Людям не все равно, кто будет определять направление развития нашей страны и области в ближайшие 5 лет. Избирательный участок посетил и Александр Васильев, руководитель предприятия Химки Электротранс. Выборы у нас трехдневные. В обеде на перерыв я приехал проголосовать. Конечно, важно. Важно сделать свой выбор, отдать свой голос тем людям, от которых будет зависеть на протяжении 5 лет судьба нашего города, судьба Московской области, судьба Государственной Думы. Конечно же, я в числе первых постарался прийти сегодня. Как мне появилась такая возможность. Поэтому я призываю всех жителей не оставаться в стороне и обязательно посетить избирательные участки. Тем более для этого в этом году у нас есть целых три дня. В этом году выборы в Химках проходят по-особенному. Голоса отдавали не только за кандидатов в депутаты, но и социально значимые проекты. Это и транспортная доступность, улучшение качества образования и благоустройство округа. Редактор субтитров А.Семкин